Дорогие друзья, я неодобрительно отношусь к подготовке непосредственно к ЕГЭ. Считаю, что готовиться к любым экзаменам надо через просто освоение математики, и поэтому весь наш канал именно не про ЕГЭ, а про математику. Но недавно вышла такая история. Дорогие друзья, из Школкова Максим Олегович Коваль мне обратился через Диму Белова, его тоже коллеги нашего общего знакомого, и говорят, а не хочешь разобрать задачу 19? Она на самом деле немножко особняком стоит в ЕГЭ, она примыкает к тому, о чем ты сам рассказываешь на канале. Ну и я, значит, принял приглашение, потому что на самом деле вот несколько вариантов задачи 19, которые я держу в руках, в общем-то, многие из них довольно прикольные. Ну, конечно, это было отобрано для меня наиболее красивой задачей специально. Ну и я прям даже захотел разобрать некоторые на канал. И вот начнем с такой задачи, которая объясняет необходимость изучения того, что вы видите в вехах математики в том числе. Известно, что в кошельке лежало N монет, каждая из которых могла иметь достоинство 2, 5 или 10 рублей. 2, 5 или 10 рублей. Аня сделала все свои покупки. Привет, Аня. Наверное, много Ань есть подписчиков. Аня сделала все свои покупки, расплатившись за каждую покупку отдельно без сдачи, только этими монетами, потратив при этом все монеты из кошелька. И дальше три пункта. Пункт А. Могли ли все ее покупки состоять из блокнота за 56 рублей и ручки за 29 рублей, если N равно 14? N это, напомню, количество монет. Пункт Б. Могли ли все ее покупки состоять из чашки чая за 10 рублей, сырка за 15 рублей, и пирожка за 20 рублей, если N равно 19? На этот раз у нее 19 монет. Ну и пункт В. Какое наименьшее количество 5-рублевых монет могло быть в кошельке, если Аня купила только альбом за 85 рублей, при N равно 24? То есть всего монет 24. Все три пункта делаются совершенно однотипным приемом, а именно надо записать имеющуюся у нас информацию в виде двух целочисленных уравнений на неотрицательные числа. Итак, сколько у нас монет? X плюс Y плюс Z равно N, где N у нас 14, 19 и 24 соответственно. А теперь вопрос. Сколько денег всего потрачено? Если X это количество 2-рублевых, Y количество 5-рублевых, а Z это количество 10-рублевых монет, то тогда денежная сумма это 2X плюс 5Y плюс 10Z по очевиднейшим причинам. И вот эта сумма в пункте А будет равна 56 плюс 29, в пункте В 10 плюс 15 плюс 19, и в пункте В будет просто равна 85, потому что в пункте В покупался только альбом. Смотрите, дальше на самом деле все остальное, кроме вот этих двух уравнений, давайте обозначим эту сумму за S пока в самом общем виде. Я просто хочу показать, как быстро получить много полезной информации из этих двух уравнений. А потом там идет уже тонкая настройка в конкретных пунктах, это я дорешивать не буду, это сами уже дорешаете. Итак, что я здесь хочу сделать? Я хочу избавиться от X. Ясно, что это возможно. Как это сделать? Умножить это уравнение на 2, и того получится 2X плюс 2Y плюс 2Z равно 2N. Теперь у меня вот эти два уравнения, они эквивалентны двум исходным. Вот такую систему надо решать. Ну и вычесть из вот этого это. Получается у меня 3Y плюс 8Z равно S минус 2N. И во всех трех пунктах А, В и В речь в общем-то идет о решении вот такого целочисленного уравнения. Ну и дальше проверки там, какие могут быть Y и Z, какие здесь варианты. Вариантов немного будет каждый раз. Но давайте я просто прежде всего расскажу, как вообще решать такие уравнения. У меня есть целочисленное уравнение. 3Y плюс 8Z равно какому-то числу, ну допустим, А большое. Как я буду решать в общем виде? Решение проводится в два этапа. Первый этап — это угадать какое-нибудь конкретное решение Y0 и Z0. Иногда это просто можно сделать, ну понимаете, иногда это просто можно сделать, исходя из перебора. И более того, в этих задачках, там типа ЕГЭ, это всегда возможно сделать именно так. Отдельный вопрос, как делать это не перебором, а на основании там большой математической теории, это может быть я в конце скажу. Но пока, допустим, вы догадались, до какого-то одного решения 3Y0 плюс 8Z0 равно А. И тогда смотрите, если у вас есть уже какое-то шаблонное решение, причем более того, смотрите, вы можете догадываться, не обязательно про неотрицательный Y и Z, вы можете угадать какие-нибудь целые значения Y0, Z0, которые удовлетворяют этому уравнению, а потом уже наложить, после того, как вы проведете все рассуждения, условия неотрицательности. Теперь глядите, вычитаем и получаем 3 дельта Y, то есть 3 на Y минус Y0, плюс 8 на Z минус Z0 равно 0. А вот это уже означает, что Y минус Y0 делится на 8, а Z минус Z0 делится на 3. И там как раз получается один и тот же коэффициент, чтобы получился 0. Почему? Потому что произведение двух чисел целых делится на 8. У меня 3 умножить на что-то делится на 8. Вот из этого уравнения ясно, что вот эта часть делится на 8. Но 3 и 8 взаимно простые, у них нет общих делителей. И дальше это основная теорема арифметики, по сути. Это ровно то, чем мы занимались уже в вехах, что если есть два взаимно простых числа, то в разложение на множители здесь входит 2 в кубе. Здесь тоже должно 2 в кубе входить, но ему приходится входить только в Y минус Y0, потому что в тройку они не входят. Вот. Ну и получается, что вот у меня ответ, что на самом деле общее решение, самое общее решение выглядит так. Y равно Y0, угаданное решение, плюс 8T, а Z равно Z0 минус 3T. И дальше просто идет борьба за положительность, за то, что это натуральное значение Y и Z. Ну и обычно перебор минимален, просто совершенно минимален. И давайте попробуем сейчас провести, ну посмотрим, что у нас получится в этих пунктах. конкретно, да, что у нас выйдет. Но до этого я хочу сказать все-таки, как решение одно найти какое-нибудь. Смотрите, если бы A было равно единицей, то мы решаем уравнение, нам нужно найти решение уравнения, что единицу представить в виде целочисленной комбинации 3 и 8. Это как раз тот самый кузнечик, о котором мы говорили при доказательстве основной теоремы арифметики. Это на самом деле в общем виде делается через цепные дроби. И дайте срок, я очень подробно разберу теорию цепных дробей в вехах математики. И в частности мы научимся решать такие уравнения для произвольных взаимопростых M и N. Здесь 3 и 8, а можно решать для любых. То есть единицу можно получить. Но если вы получили единицу, то вы умножаете решение на A и вот это и это, и получаете A. То есть если вы умеете решать уравнение 3Y0 плюс 8Z0 равно 1, то тогда умножая Y0 и Z0 на любое число, например умножая на 7, получаете решение уравнения 3Y0 плюс 8Z0 равно 7. Вот. Ну хорошо. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит в этих всех пунктах. Значит в пункте A, в пункте A у нас было N равно 14, а S это 56 плюс 29. Соответственно будет 56 плюс 29 минус 28. То есть 57. О, любимое число. Номер школы родной. Значит получается уравнение 3Y плюс 8Z равно 57. Ну и у него соответственно 3Y плюс 8Z равно 57. Мне нужно угадать какое-нибудь решение, остальные будут вот этой формулой даваться. Ну, можно угадать решение, например, 19 и 0. Y0 равно 19, а Z0 равно 0. И тогда получается, что значит Y равно 19. Ну я позволю себе здесь минус, а здесь плюс. T у нас целое число. Это не натуральное, а целое, произвольное. Значит 19 минус 8T. А Z соответственно равно Z0 плюс 3T. То есть вот как выглядит общее решение такого уравнения. То есть количество монет пятерок и десяток должны удовлетворять, ну вот этому условию. Ну и понятно, что дальше спрашивается что-то, могли ли покупки состоять из блокнота за 56 рублей, например, и ручки за 29. Ну в общем тут надо дальше перебирать, да, перебирать все варианты. Варианта фактически у нас 3, а именно действительно 19 и 0, если 19, а 19 и 0 у нас уже нет варианта, кстати, потому что монет всего 14. Во, видите, уже нету. Вот. Следующий вариант 11 и 3. А этот вариант, значит, что у нас 11 5-рублевок и 3, значит, 3 10-рублевки, да. Вот. И тогда у меня нет 2-рублевок вообще, потому что всего их 14. И это тоже не может быть, потому что 5-рублевками и 10-рублевками можно заплатить только сумму кратную 5. Значит, все, что она должна купить, кратно 5. А у нас тут блокнот 56 рублей стоил. О, видите, как мы быстро справились. Все, значит, это тоже ушло. И остался только один вариант, а именно 3 и 6, да, 3 и 6. Вот, 3-жды 3 плюс 6 у 8 равно 57. Верно. И тогда мы знаем, сколько осталось двушек. 3 таких, 6 таких, это 9, значит, 5 двушек. Ну, если у нас 5 2-рублевых, 3 5-рублевых и 6 10-рублевых, то вы без труда дорешаете пункт А. Там легко предъявить просто конкретный пример, как нужно заплатить за блокнот 56 рублей и за ручку в 29. Пункт В на самом деле еще проще. Обычно бывает как-то, обычно тут пункты вроде А простой, В чуть сложнее, В самый сложный. Но в данном случае еще проще, потому что здесь сумма 30 плюс 15 это 45 рублей получается. То есть S это 45. И у меня получается 45 минус дважды, а N у нас по условию 19. Значит, получается 45 минус дважды 19. 7, понимаете, да? 7 должно быть равно 3у плюс 8z. Вуаля, решений нет. Здесь пункт А на самом деле при правильном подходе пункт А сложнее, чем пункт Б, потому что здесь решения есть и их надо изучать. Ну, считается, что пункт А человек просто нащупает сам как-то без науки. Но мы сразу решили пункт Б. Решений нет. Семерку нельзя в таком виде представить через неотрицательный у и z. Сразу видно, что z, например, z тут, ну, как бы, любое положительное значение z уже, эта сумма справа выше, чем 7. Вот. А если z равно 0, то y не подбирается, потому что 7 не делится на 3. Все. Ну и последняя задача там, соответственно, какое наименьшее количество 5-рублевых монет могло быть в кошельке, если Аня купила только альбом за 85 рублей, и N равно 24. Там, соответственно, 85 минус дважды 4, что это у нас 37, да, вроде получается. 37, и это все еще равно 3y плюс 8z, да. 3y плюс 8z. 37 все еще равно 3y плюс 8z. Вот. И нужно что узнать? Нужно узнать, какое наименьшее количество 5-рублевых монет могло быть в кошельке. То есть y, какое наименьшее значение y совместимо с вот таким уравнением 3y плюс 8z равно 37. Вот. Ну здесь надо чуть-чуть порешать, да, то есть надо угадать какое-нибудь решение. Ну можно тоже так как бы подобрать, да, подобрать, чтобы 37 минус 8, это что у нас? Так 37 не делится на 3, да? 37 минус 8 у нас на 3 тоже не делится. 28, нет, 9, сейчас, секунду, да. 37 минус 8 это 29, оно на 3 не делится. А вот 37 минус 16 это 21, оно на 3 делится. То есть решение у нас есть 7,2 у этого уравнения. И смотрите, какая ситуация, если бы десяток, да, значит 7,2 решение. Теперь, если я хочу, чтобы у меня было еще меньше пятерок, чем 7, то формула будет 7 минус 8t, 7 минус 8t, 7 минус 8t меньше нуля для любого положительного t. Поэтому не может быть, согласно выведенным формулам для общего решения, не может быть меньше 7 5-рублевых монет. Вот это угаданное решение. Ну, можно было получить сразу серию там минус 1, 7, 15 и так далее. Вот, ну и видно, что в ней самое маленькое количество это 7. Ну, удивительно, что это и есть ответ. Там больше никаких ограничений нет. Имея 7 5-рублевых монет, очень легко записать, значит, значения остальных переменных, при которых получается как надо. Получается, что у нее 15 2-рублевых, у нее 7 5-рублевых и 2 10-рублевых. Вот, 15 плюс 7 плюс 2 это 24 монеты. Ну и эта сумма равна 85, как и требовалось. Вот, ну вот задача ЕГЭ. Казалось бы, да, ЕГЭ это ГЭ. Но на самом деле не совсем. 19-я задача действительно наводит на какие-то размышления, наводит на нормальную науку, наводит на делимость, на решение линейных уравнений в целых числах. И понятно, что чтобы научиться решать такого вида задачи, вам просто нужно уметь решать целочисленные линейные уравнения, что сводится к основной теории арифметики, к свойствам делимости чисел и т.д. То есть в конечном счете к вехам математики, к план математики и к нашему, собственно, каналу. Продолжение следует...